Сезон отпусков только начался, а счёт обманутым туристам уже идёт на сотни. Мошенники под видом туристических агентств беспардонно обирают наивных путешественников, лишая их и денег, и отдыха. Как отличить настоящую фирму по организации путешествия от фиктивной? Советы экспертов в репортаже Кирилла Попова. Вот купальник не пригодился. Валерий Титовый из Томска в отпуске понадобился не купальник, а хороший адвокат. В бюро горячих туров девушки обещали незабываемый отдых на острове Хайнань в Китае. Неделя в трёхзвёздочном отеле с завтраками стоила всего 30 тысяч за двоих. Валерия оплатила сразу всю сумму. За несколько дней до вылета рейс внезапно отменили. Туроприартор сказал, что они никакой ответственности не несут. Звонить турагентству, потому что договор заключён с ними, деньги я оплачивала им. Турагентствы пообещали вернуть деньги, но срок не уточнили. Валерия ждёт уже больше месяца. Там так же, как и сотни других клиентов компании «Жемчужная река». Без пляжей Хайнани остались туристы из Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Кемерово, Санкт-Петербурга, Читы и других городов. В массах сейчас большое опасение того, что они готовятся к банкротству. Для этих людей ожидания выходных на пляже сменились буднями в судебных коридорах. Елена Виловатая из Барнаула собрала увесистую папку с обращениями в правоохранительные органы. Ещё в марте она отдала за красоты Поднебесной более 60 тысяч рублей. Но самолёт так и не вылетел из Барнаула в Китай. Финансовая пирамида, самая обыкновенная финансовая пирамида. И они себя как ещё вот, дабы не поднялась волна вот эта вот сильно, вот такая вот большая волна, они сделали вылеты из Москвы. Ну и как сами говорят, ну мы вот стараемся, но у нас пока ничего не получается. Жемчужная река предлагала так называемые бюджетные туры с более низкими ценами. Отсюда и высокий спрос. По словам юристов, это стандартный ход мошенников, которые стремятся обобрать как можно больше доверчивых туристов. Если в среднем у нескольких операторов этот тур стоит определённую какую-то сумму денежных средств, и у одного оператора вы видите стоимость этого же тура, заниженную в два раза, то, конечно, это тоже повод задуматься. Схема работы недобросовестных турагентств выглядит примерно одинаково. Аферисты открывают офис в людном месте, вывешивают яркую рекламу и предлагают заманчивые туры. У подобных фирм нет недоговоров с туроператорами, более крупными игроками туристического рынка, ни связей с авиаперевозчиками, ни договорённостей с иностранными курортами. Их цель максимально быстро перевести деньги наивных путешественников на собственные счета, а затем исчезнуть так же быстро, как и появились. Через месяц, как правило, компания пропадает в небытие. Ни денег, ни компании, сорван отдых, потеряны средства. Как показывает практика, 99% это уже безвозвратно. Подобные истории обмана крайне редко доходят до суда. Вот один из немногих примеров. Пару лет назад в Москве осудили директора компании «Речь Турфлот» Юрия Павельева. С доверчивых туристов он собрал более 13 миллионов рублей. Павельева обвинили в мошенничестве, но доказать удалось лишь незаконное предпринимательство. Деньги обманутым путешественникам так и не вернули. У «Речь Турфлота» не нашлось имущества, которое могло бы пойти в счёт погашения долга. Возбудить уголовное дело в отношении какого-то ненабросовестного директора или менеджера очень сложно. Бывают чудеса. Но опять-таки, больших сроков там не дают. Тут, скорее всего, у этих менеджеров оказываются дети маленькие и так далее. Это всё условные сроки. Деньги от этого людям не возвращаются. Юристы говорят, легче избежать обмана, чем потом искать справедливости в суде. Прежде чем оформить туристическую сделку, стоит проверить надёжность туроператора. Он должен состоять в реестре Ростуризма и Ассоциации Турпомощь. Это показатель надёжности компании. Аналогичный список есть и для турагентств. Если вы там не видите и в одном, и в другом случае название этих компаний, значит, вы как минимум должны насторожиться. На официальном сайте «Жемчужная река» позиционирует себя как туроператор с 20-летним стажем. Но в федеральном реестре мы не нашли фирму с таким названием. Офис компании «Жемчужная река» есть и в Москве, в роскошном здании, прямо в центре столицы. Здесь мы можем видеть почтовый ящик туроператора, куда, судя по всему, приходят сотни гневных писем от обманутых туристов. Больше ничего не остаётся, кроме как писать, потому что, да, попасть в офис компании нереально. Охранник объясняет, что сначала нужно связаться с представителями компании по телефону и договориться о встрече. Набираем номер для обращений туристов, указанный на сайте. Разговор с клиентами короткий. Никак нельзя с туристическим оператором связаться. Как только вы скажете, что вы частное лицо, с вами никто разговаривать не будет. Нам с этим должен заниматься туристический агент, у которого вы купили тур. Жители сразу нескольких регионов, так и не согретые солнцем Хайнаня, пишут коллективные жалобы в правоохранительные органы. Они всё ещё надеются вернуть свои деньги и отправиться на заслуженный отдых. Теперь уже исключительно с помощью проверенных компаний. Кирилл Попов, Валерия Кулешова, Дмитрий Фролов, Антон Мещеряков и Мария Лобастова. Вести. Бежурная часть.